Хэй, хэй, хэй! Всем привет, дорогие друзья! С вами Чинаски, и сегодня я хочу представить вам новую игру у меня на канале, которая называется Frontline Z. Я в неё ещё не играл, мне самому интересно, что же здесь надо будет делать, поэтому давайте же посмотрим. Единственное, что я знаю, мы сражаемся против зомби. И так, что у нас здесь будет? Я, если честно, игры про зомби люблю. Город захвачен. Я думал, что на природе буду в безопасности, но они добрались и сюда. Завтра поищу других выживших и пистолет получше. Если баррикада выдержит, если я выживу. Так, значит, здесь он прям набросал, что собирается делать, не знаю, нафига. Короче, нам надо, видимо, стрелять именно по линии зомби. Но он зачем-то нарисовал даже геймпад и клавиатуру. Ну ладно, целитесь в голову, это понятно. Это стандартная тема для зомби, это я буду делать однозначно. И так, поехали. Я сейчас он прям такой на взводе, разогерет, потому что готов убивать зомби. Если вам игра понравится, ребята, лайк ставим обязательно, ведь только от вас зависит, буду ли я дальше играть в эту игру. Слушайте, в принципе, стрелять довольно удобно. Единственное, что не очень удобно целиться прям в голову, но я буду поскорее, наверное, стрелять. Сейчас у меня баррикада из себя представляет, конечно, полный отстой. Это чисто пара досочек. А зомби-то наступают, если честно, наступают довольно мощно. Слушайте, хрят. Ух ты, а это, ты чё, чё, чё? Подожди. Офигеть. Так, бегунов давайте мы оставим подальше. Спортом надо было заниматься, пока ещё живые были. Сейчас уже поздновато. Спохватились. Блин, опять перезарядка. Как же не вовремя? Иди отсюда. Найс. Продолжаем хэдшоты стараться ставить, но, ясное дело, не всегда получается. Слушайте, а нафига мне писали, что нужно по линии зомби стрелять, если у меня пистолет пробивает только одну бошку. Остальные бошки остаются живые. Ладно, ладно, ладно. Так, с пистолетом, конечно, это тоже полный отстой. Этот в кустах хотел спрятаться, но у него не получилось. С пистолетом полный отстой, конечно, нужно находить более крутое оружие, хотя бы револьвер. Так, опять этот толстячок решил пробежаться до моего дома. Пошёл вон. Слушайте, вроде бы хп у нас пока все остались у нашей... Да что ж ты будешь делать-то? Зря я, наверное, и потому, и потому начал стрелять. Так, если я вот так вот делаю... Блин, гранаты у меня ещё нету. Там было просто написано, что можно гранат... Так, слушайте, а вроде бы... Вроде бы... Вроде бы вижу рассвет. Нет? Я вижу, что всё немножечко светлее стало. Блин, ещё этот бежит! Блин, бегун! О май гады был! Всё, началось! Началось! К сожалению, они начинают меня атаковать, и это очень плохо. Так, я вижу там в левом нижнем углу, видите, хпшка? Так, вроде бы это два последних, потому что больше... Да шо, что будешь делать-то, боже мой? Почему они такие живучие? Ну, это, наверное, не они живучие, просто реально у меня пистолет, это какая-то пукалка, из которой еле-еле... В руку им он стрелил. Еле-еле попадаю, очень тяжело. Кручусь напоследок. Так, ладно, надо найти новую пуху, это однозначно. Баррикада выдержала, они всё атаковали и атаковали. Нужно найти других выживших и... Вот, это 100% раззабыть оружие, это однозначно. Ещё две ночи я осматриваю лес, а затем двигаюсь на восток. Типа хочет найти какую-то землю, типа, незаражённую. У меня есть 8 часов в день, чтобы смотреть окрестности или починить баррикаду. Ооо, я помню, какая-то похожая игра. Слушайте, кто помнит, напишите в комментах, была какая-то такая игра. Ну, это, конечно, новая, суперновая. Ресторан, есть, есть кабина, трейлер, кабина, офис, кабина, прицеп и дом. Слушайте, ну, в Америке все прячут оружие в домах. Давайте мы это, наверное, посмотрим. Баррикаду чинить не буду, она, в принципе, у меня норм. Пять часов осталось. Блин, ну, прицеп, время на обыск два. Слушайте, я не могу обыскать ресторан, потому что у меня времени тупо не хватит. Я могу офис обыскать и давайте прицеп обыщем. Может быть, там какой-то деревенщина жил с пистолетиком получше. Или дробашом даже еще хорошо. Вы нашли одного выжившего. Вы че, офигели? Я, блин, столько всего обыскал. Че? Печально. Очень печально, если честно. Так, и у меня все еще вот эта пукалка осталась. О, май гад, это очень плохо. Ну, ладно. Отстой. А че у меня у второго выжившего будет? Ну, я надеюсь, он со своим оружием пришел. Да, хорошо. Вот это уже получше. Видимо, мы там двоих зомби оставили. Как такой показатель для мертвяков. Типа, сюда лучше не соваться. Слушайте, ну, он хотя бы теперь тоже помогает. Это на самом деле очень хорошо, потому что до этого было прям плохо. Так, бегун. Бегунов. Бегунов пошел вон. Нет, тебя мы сюда не пустим. Короче, реально будет очень хардкорно. Я так чувствую, потому что, скорее всего, они будут... Так, ты с этим справляйся, я вот с этим. Да что, что будешь делать по голове? Реально сложно попадать. Я тебе помогу, пожалуй. Хорошо, хэдшот поставили. Нормально, нормально получается на самом деле пока что. Хотелось бы, конечно, чтобы действительно был либо дробаш, либо еще лучше был бы автомат. Хотя может быть даже дроба. Ой-ой-ой-ой-ой. Придется чинить, придется чинить. Ребят, чувствую, придется чинить. И что-то, что-то они прям совсем обордели. Эй, идите вон отсюда. Так. Слушайте, это очень хардкорно. Они прям со всех сторон на меня жмут. Ну, потому что все решили после смерти побегать. Вы бы лучше бегали до смерти. 38. Мне придется чинить по-любасу. Я еще не знаю, почему мой выживший стреляет по тем, кто вдалеке стоит. Блин, какое же отстойное оружие. Просто кошмар какой-то. Ладно, придется чинить. По-любому здесь действительно других вариков нет. Потому что, ну, у меня 30 хп осталось. Это половина. Считайте, половину моей баррикады они уже поломали. Так, хэдшотики. Хэдшотики нормально идут. Еще парочка хэдшотиков. Так, и бегун. Бегун у нас появился. Так, так, так. Я одного бегуна убил. Блин, еще двое прибежали. Слушайте, это реально супер-хардкорная игра. Я вам честно скажу. Так, блин, да что ж ты не стреляешь-то сюда? Давай, давай. Ребят, я боюсь, что я сейчас проиграть так-то могу. Она вообще на мне не помогает ни разу. Если бы у меня была более хорошая пушка, я бы мог, наверное, затащить. Но я просто ничего не могу сделать. Слушайте, это реально капец. Это реально капец. У меня просто самый бесполезный напарник был. Ну, типа, сейчас попробую подойти до этого момента. Слушайте, ну, на самом деле, смысл этой игры реально в том, что нужно ставить хэдшоты. Просто как можно больше хэдшотов. В хэдшотах все спасение. Если вы ставите не хэдшоты, то, скорее всего, вы сливаетесь. И это очень-очень неприятно. Вот видите, когда попадаю вроде бы в голову, то вроде бы даже и все норм. Когда не попадаю, то вот такой вот бегун сразу думает, что он самый умный. Блин, самое печальное, что реально у меня мой напарник, это просто какой-то тупич, который стреляет непонятно по кому. Нет бы стрелять по тем, кто реально уже близко, кто, ну, серьезный вред может нанести нашей баррикаде и впоследствии съесть нас. И это вряд ли приятно. А он стреляет вообще непонятно по кому, вдалеке. Ну, это довольно тупо. Но, но, похоже, я уже вижу рассвет. Рассвет это супер хорошо, потому что мы сможем снова поискать новую пушечку. Так, я даже не знаю, по кому стрелять, если честно, потому что не знаю, кто из них может побежать. Здесь вот тоже печально, что нет подразделения. То есть ты не понимаешь, какой зомби что может сделать. Нифига, он там подстрелил по ноге. Обычно же как? Есть толстяки, которые там пробивают и воняют. Есть там бегуны, которые быстро бегают. Там есть ведьмы всякие. Здесь немножко все иначе. Так, слушайте, ну, скорее всего, да, надо бы нам немножко починиться. Я, правда, не знаю, а что вообще к чему? Сколько мы тут сможем? Шесть часов? Ну, ладно, давайте так, наверное, попробуем. А, десять час, все, я понял. То есть это мы сможем двадцать, да, двадцать баррикады вполне себе хватит. Ну, давайте тогда офис и дом мы снова с вами обыщем. Как видите, в прошлый раз, как переигрывал я, я обыскал другие дома. Нашел все равно только одного выжившего. Может быть, в этот раз я... Опача, вот это хорошо, вот это мне нравится. Итого у нас новая пушечка, которая называется Люгер. Понять, ага, блин, этот выглядит чуть ли не еще хуже даже, чем мой предыдущий. Так, а как мне выбрать-то? Этот и этот, все, два выбрал, хорошо. А я могу их менять между... О, блин, ну это вообще было бы офигенски. То есть я бы один отстрелял и сразу бы с другого на... Да, могу, отлично, это очень хорошо. В самый неподходящий момент можно будет поменять пушку. Вот так вот, смотрите. Оп, поменял. Поехали. Отстреливаем. И вот сейчас я этот перезаряжу. Так, и снова отстреливаем, потому что этот решил пробежаться, мальца. Так, сейчас я этот перезаряжу и пересяду на Люгер, потому что это будет моя основная пушка. Оп. Сейчас разберем другую. Блин, тут на самом деле пушка-то новая не сильно лучше, честно признаться, чем моя предыдущая. Она реально еле-еле, как тоже, как пуколка какая-то стреляет. Да убей ты его, боже ж ты мой. Какой же кошмар. Ну и оружие здесь. Ладно, я очень надеюсь, что нам, конечно же, выдадут что-нибудь помощнее, потому что я боюсь, что... Ну нам придется очень много тратить просто банально на починку нашей баррикады. Ну и я реально стараюсь, ребята, стрелять по хедшотам. Вы сами это видите, я думаю. Так, мне надо бы сейчас перезарядить эту пушечку и взять вот эту, тоже перезарядить, чтобы... Ой, началось, началось. Побежали, блин, побежали. Что же вы такие-то нехорошие зомбаки? Возвращайтесь обратно в могилу. Блин, толстяк сейчас вот реально здесь надамажит нам. Так, вроде бы расстреляли. Слушайте, вроде бы рассвет начинается. Я еще не особо хорошо разбираюсь в этом, но я вижу, что свет какой-то уже такой проявляется на деревьях. Так, отлично. У нас есть здесь патроны. Я перезаряжаю еще эту пушку, пока есть такая возможность. Так, останавливаем его, супер. Так, слушайте, блин, их очень много, реально. Я еле успеваю их отстреливать очень много. Так, пока что я еще не меняю пушку, потому что есть возможность. А вот теперь меняю. Поехали. Отлично. Да сколько же. Пять хедшотов просто, чтобы завалить одного зомбака. Блин, ну придется четыре часа сейчас потратить на то, чтобы тупо вылечить себе баррикаду. Это очень плохо, потому что, конечно же, тратить... Ну, тратить время хотелось бы на что-то более полезное для поиска хорошего оружия. Или же хотя бы помощников получше, чем вот этот, который у меня сейчас. Так, пока что все еще продолжаю с люгера стрелять, потому что он хоть и не намного, но вроде бы чуть-чуть получше, чем моя основная пушенция. Так, добили и последний. Фу, ребят, я прям честно, эта игра прям заставляет держать в напряжении. Я еле-еле пока что справляюсь. Надеюсь, что сейчас мы все-таки найдем с вами что-то поинтереснее, помощнее. Ага, все, мы теперь из леса Эвергрув переместились в фермы Килмор. Надеюсь, фермы... Слушай, а фермеры реально, они обычно с дробовиками же живут совсем таким. Надеюсь, что мы найдем сейчас что-нибудь себе хорошее. Добрался до фермы, хорошее место для обороны. Начну строить баррикаду. Так, надо ли нам время посвящать для того, чтобы построить баррикаду? Или же она автоматически строится? Ой, супер, у нас уже вся баррикада фуловая. Это очень хорошо. Церковь. Ой, склад. Склад однозначно обыскиваем. Это конюшни. Церковь или же конюшня? Слушайте, ну, я думаю... Или сарай можно вообще обыскать. Давайте, наверное, сначала вот эти вот конюшни обыщем, а дальше уже можно будет церковь и парочку... Или даже один склад. Так, М1911. Это винтовка, что ли, такая, или что? Ну-ка, это пистолет. Так, ну хорошо. По крайней мере, у нас теперь есть более-менее... Он уже больше похож на нормальное оружие. Уж не знаю, как будет, но... Выберите 1 или 2. Да, все, я понял, работает. Да, работает. Ладно, давайте сейчас еще одну волну мы... О-о-о-о! Нормально. Кстати, смотрите, приоделся в синей футболочке. Теперь как настоящий стиляга. Прикольно, что здесь меняется, на самом деле... Ну, типа... Так, слушайте, я вообще попадаю по ним? Что-то я не помню. Он какой-то был в этом... В поле неуязвимости. Да, вот эта пушка мне, на самом деле, намного больше нравится. Конечно же, она продамаживает намного лучше. Намного меньше хэдшотов. Надо 3 хэдшота вместо 5. Это же вообще офигенский. Так, ну я так понимаю, что, наверное, и бегающих зомби здесь надо ждать побольше, чем раньше. Вот, первый побежал уже. Не, дружище, не! Я, конечно, понимаю, побегать охота, но давай-ка ты в спортзал, иди, а не к моей ферме. Блин, выжившего, на самом деле, вот... У меня сейчас только один, но я думаю, что если я найду, например, еще одного, то будет, в общем-то, нормально. В принципе, если втроем стрелять по зомбям, это даже весело, может быть. Стало намного проще, честно сказать, с этой пушкой. Я себя прям увереннее чувствую. Она перезаряжается, вроде как, быстрее. И дамажит намного быстрее. Так, меняем пушку. Супер. Так. Отлично. Все, перезаряжать теперь. А тут лучше не перезаряжать. Она плохо дамажит. А вот эту можно и перезарядить. Блин, печально, на самом деле, что придется все равно тратить время на лечение моей баррикады. Как видите, эти смогли добраться. Опять мой напарник нифига не делает абсолютно. Толстяки, блин, такие, смотрите, порваны вот этой рубашки. Все. Дожили до рассвета. Супер. Надо будет все равно час потратить хотя бы на починку нашей баррикады. Но ничего страшного. Я думаю, что разберемся. Фу. Ну что ж, ребят. Давайте смотреть, что мы можем с вами сделать. Сейчас по радио говорят, чтобы выжившие шли на юг. В город в паре дня пути отсюда. Останусь на ферме еще на пару ночей. Сюжет, в принципе, вкратце понятен. Ничего необычного. Ну что ж. Давайте отправляться. Ремонт делаем. Хорошо. Церковь обыскиваем. И обыскиваем два сарайчика. Вот возле озера один и возле какой-то фермы. Что мы здесь найдем? Угу. Десять ремонта. Ой. Ну, конечно, слабовато. Надеялся я на что-то получше. Ну, а что нас будет ждать в следующую ночь, ребята, мы узнаем уже в следующий раз. Если вам игра понравилась, обязательно жмякайте на лайк, подписочку и колокольчик. Благодаря этому я пойму, что вы хотите увидеть продолжение. С вами же был Ченаски. Увидимся уже совсем скоро в новом видео. До скорой встречи и пока-пока. А самое главное, дорогие друзья, хочу сказать большое спасибо красавчикам, которые поддержат меня с помощью спонсорской подписки. Дорогие друзья, эти ники на экранах, запомните их и присоединяйтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok